Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет очень интересное и насыщенное видео. Во-первых, мы снова немного помучаем аппарат для сладкой ваты. А именно, мы попробуем сделать сладкую вату из фруктозы. А потом, по вашим многочисленным просьбам, будут муравьи. Я покажу вам, что произошло с лабиринтом, который я когда-то присоединил к фармикарию. А также мы проведем один интересный эксперимент с муравьями. Погнали! У меня в руках пакет с фруктозой, которую еще называют фруктовый сахар. Фруктоза это белый кристаллический порошок, который очень похож на сахар или соль. Отличие в том, что сахар состоит из двух веществ. Глюкоза плюс фруктоза. То есть фруктоза это составная часть сахара. Это более простое вещество, которое используют как заменитель сахара. Фруктоза легче усваивается организмом и считается, что она полезнее, чем сахар. Добывают фруктозу из различных фруктов, яблок, груш и так далее. Лично мне кажется, что фруктоза больше похожа на какую-то мелкую соль, но на вкус она должна быть сладкая. Давайте попробуем, какая она на вкус. Так, вы знаете, очень похожа на сахар, но мне кажется, она еще более сладкая, с каким-то таким немножко медовым оттенком, прямо такая притерно-притерно-сладкая. Ну что же, давайте перейдем непосредственно к нашему эксперименту. Ой, блин, я же забыл, этот у меня немножко сломался. Я же купил белый новый аппарат для сахарной ваты. Вот он, мой новый белый аппарат. Он даже как-то наряднее выглядит, мне кажется. Итак, включаем его, пускай он немножечко прогреется предварительно. Сахароза готова, ложечка также. Я думаю, можно засыпать. Берем ложечку, все по инструкции. И, блин, немножко мимо, это неудобная ложка, если честно. Ладно, погнали. Фу, летит сахар. Только не в камеру, пожалуйста. Что-то вибрация какая-то. Ладно, ждем. Палочку я приготовил, предварительно ее смочил, как вы мне советовали, чтобы вата лучше налипала. Ждем, что же у нас получится. О, кажется, пошла вата, пошла вата, ребята, пошла вата. Ну, блин, не вата пошла, а он сыпаться почему-то начался. Вот, что-то похожее на вату. Ну, давай же, блин. Вата, ты где? Капец какой-то. Что-то летит какой-то сироп. Вот, смотрите, по краям. Но ваты я почему-то не наблюдаю. Блин, что, не получится? Что-то какие-то наметки ваты были. Но все, по-моему, все вылетело. Так, ладно, выключаем. Это мне очень напомнило то, что произошло с медом. Смотрите, фруктоза все-таки расплавилась, но не вылетела из диска в виде тонких карамельных волокон, а вылетела просто в виде сиропа и налипла на стенки чашель. То ли температура карамелизации фруктозы выше, чем сахара, то ли еще что-то, но, к сожалению, фруктоза не подходит для приготовления сладкой ваты. Очень жаль. А давайте, чтобы не расстраиваться, возьмем наш тростниковый сахар и сделаем все-таки хотя бы немного настоящей ваты. Погнали. О, пошла-пошла, родимая, все окей. Значит, с аппаратом все нормально. И дело просто в том, что из фруктозы сахарная вата, сладкая вата не получается. Ты что, вибрируешь? Вот, ребята, смотрите, все окей. Аппарат работает, и с сахара он сладкую вату делает 100%. Ну, а фруктозу мы используем просто в чай. А ну, кусочек возьмем. Просто объедение. Ну, а теперь, как я и обещал, переходим к муравьям. Вот они, мои хорошие, мои любимые муравьижницы. Муравьи по какой-то причине перенесли все семена прямо на арену. То есть вот здесь вот у них было раньше хранилище, вот в этой коморке, а здесь сейчас ничего нет. Ну, очевидно, они руководствуются какими-то показателями температуры, влажности и так далее, и решили, что семенам будет лучше именно здесь. Как мало здесь песка. А все почему? А все потому, что муравьи перенесли все, что только могли, и до сих пор переносят по вот этой вот трубке прямо в лабиринт. Я уже не помню, когда я этот лабиринт присоединил. Если вы помните, найдите это видео, посмотрите, какое это было число. Это пару месяцев точно уже прошло. Весь мусор, все ходы почти под завязку забиты песком и мусором. Представляете, это они по одной песчинке перенесли с арены, по вот этой вот трубке перенесли все сюда. Зачем такие усилия? Что это было и вообще? Почему они это делали? Непонятно. Интересно, что они оставили несколько ходов. Вот здесь вот даже видно, смотрите, они тут их немножечко закакали. Видно, что есть ходы. Смотрите, где они ходят. Прям след такой идет. Они идут, 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 идут. И сюда прямо в центр. И тут просто все забито уже под завязку. Также один ход вот здесь вот у них идет сюда. Здесь они оставили его почти чистым. И этот ход в итоге ведет вот сюда, вот где у нас были семена. Причем здесь, смотрите, куча песка, а по дороге здесь песка нет. Есть места, где вообще нет песка. Чем они руководствовались, просто непонятно. Как они работают, как строят, как охотятся на добычу и многое-многое другое. А также можно ставить разные интересные эксперименты, что мы сегодня и сделаем. Продолжение следует... А теперь перейдем к обещанному эксперименту с муравьями. Смотрите, у меня есть огромная, но уже мертвая муха. И сейчас я ее положу своим муравьям-жнецам прямо на арену. Затем я включу камеру в режиме таймлапс. И мне кажется, должно получиться очень эпичное видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот всего лишь за 60 минут муравьи разложили на молекулы довольно-таки крупную муху. Да так, что вы при всем желании не найдете ни одного кусочка. А нет, вон, крылышко нашел. А в это время где-нибудь в джунглях Амазонки огромные колонии муравьев также могут за считанные часы уничтожить, например, мертвого буйвола или другое крупное животное. Такие дела, ребята. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то с вас лайк и коммент. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА